Всем привет! Уже несколько уроков мы вместе изучаем, какой же наш Бог. Мы уже знаем, что Бог — Творец. Он создал весь этот мир, все, что в нем, конечно же, нас. Также Бог — есть любовь. Никто не любит нас так сильно, как Он. Еще Бог всемогущий. Он может абсолютно все. И нет никого могущественнее Его. На прошлом уроке мы узнали, что Бог еще и вездесущий. Он видит и знает все-все. От Него невозможно спрятаться и нельзя ничего скрыть. А сегодня на нашем уроке мы поговорим о том, что Бог — наш Отец. У всех нас есть папа. Без папы, как и без мамы, мы просто не могли появиться на этот свет. Но, конечно, все папы разные. У них разная внешность, разный характер, разные работы, разные увлечения. Хороший папа любит маму и детей, заботится о них, обеспечивает, защищает и делает все, чтобы у них было все самое лучшее. Хороший папа учит детей, воспитывает и наставляет их в Слове Божьем. К сожалению, есть и папы, которые не делают всего этого. Однако и хорошие папы не идеальные. Они тоже ошибаются, они могут злиться, раздражаться, лениться, даже просто уставать. Однако есть один единственный идеальный Отец — наш Бог. Библия много говорит нам о том, что Бог — наш Отец, а мы — Его дети. В послании к римлянам в 8 главе в 16 стихе написано «Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы — дети Божьи». Итак, если Бог — Творец, Любовь, Всемогущий и Бездесущий, значит, Он самый лучший во всем. И, конечно же, Он самый лучший Отец. А что это значит? Какой же Он — самый лучший Отец? Давайте вспомним одну историю из Библии. Жил когда-то человек, который был зажиточным крестьянином и любящим отцом. Он был зажимым. Ахахахахаха! Хаахахахахаха! Ахахахахаха! Отец пытался научить детей ценить и беречь вещи. Спасибо, Рувин. А где твой? Ах, брат Вениамин. Даже несмотря на то, что его сыновья были очень разными, любил он их одинаково. Отец надеялся, что они вырастут трудолюбивыми земледельцами. Но младший сын тайком мечтал о дальних странах. Он не хотел работать на земле своего отца. И, наконец, сын окончательно решил уйти из дома. Отец! Прошлую ночь у меня приснился чудесный сон. Правда? Какой же? Я ехал через город на самом прекрасном скакуне. Да, пора съездить в город за мотыгами. Все восхищались мной, потому что я был красив, умен и богат. Да ведь ты такой и есть. Отец, крестьянская жизнь хороша для тебя. Ты пахарь, но мне она не подходит. Я должен заниматься чем-то другим. Может быть, путешествовать? Ты что, уходишь из дома? Да. Ты ведь обещал моему брату и мне наследство. Деньги. Но они для твоего будущего. Пожалуйста, отец. Дай мою долю сейчас. Мне очень хочется повидать весь мир. Но отец не хотел, чтобы его сын уезжал. Он бы очень по нему скучал. Спасибо, отец. Я богат. Эй, это несправедливо. Вениамин не имеет права взять деньги и уехать. А, он это хочет и может так сделать. Не беспокойся о хозяйстве, отец. Рубим же остается. Но я люблю тебя. Я буду по тебе скучать. Обо мне не беспокойся. Я ведь повидаю мир! Попрощайся с братом, Рубим. Отец мог только надеяться, что когда-нибудь вновь увидит своего сына. Больше не будет грязных рук, боли в спине. Никакой работы! Сын впервые попал в большой город. И поэтому хотел купить все, что видели его глазра. Ну что ж, сам виноват. А мне нужно было, чтобы все видели, как я скачу на великолепной лошади. Тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок. Ты купил самый отличный лошадь из моих. У меня все должно быть лучшее. А этот мул тебе больше не нужен? Мул нет, он напоминает мне о хозяйстве отца. Ни одна из моих лошадей не стоит сорока монет, а этот мул стоит вдвое дороже. Глупцу безразлично, на что тратить отцовские деньги. О, я вижу еще кое-что. Мне это нужно купить. Мне безразлично, сколько это стоит. Меня сегодня должны видеть во всем блеске роскоши. Мул-мул-мул-мул-мул. Ой-о, ой-о-ой, лошадка! Ой-о-о-о! Ой-о-о-о! Отец, я пересчитал и записал весь наш скот. Спасибо, Рубин. Это большая работа. Я только что думал о твоем брате. Уверен, что ты скучаешь, как и я. А сын все еще бездумно тратил деньги. Извините, вам придется уйти. Меня ждут клиенты. Простите, господин. Так вам будет удобней. Парень все еще думал только о своих удовольствиях. Дамы и господа, для вашего развлечения Виера и его забавная мартышка. Я должен ее получить. Дамы и господа. Дамы и господа. Дамы и господа. Извините, господин, но вы уже живете здесь целую неделю. Как насчет оплаты? Тебя интересуют только деньги. Вон, убирайся отсюда! Вот это за твои долги! Вениамин остался один, раздетый и голодный. Что же мне теперь делать? Впервые в жизни ему пришлось выпрашивать еду. Нет, бесплатной еды нет. Парень был так голоден, что согласен был даже на работу, любую работу. Но единственная работа, которую он мог найти, была и самая грязная. Осторожней! Не превращайтесь в свиней. Я так хочу есть. Спасибо, свинка. Я так глупо себя вел. Свинарник хорош только для свиней. Но не для меня. На ферме отца Даши у паденщиков было достаточно еды и места, где они спали. А если я вернусь домой? Но отец не захочет принять такого сына после всего, что я сделал. Но хуже, чем здесь не будет. Я смогу работать и на ферме отца. Если он, конечно, когда-нибудь даст мне эту работу. И сын решил вернуться домой. Он надеялся, что отец не выгонит его. Слава Богу, он вернулся. Господин, ваш сын возвращается домой. Вениамин, мой сын вернулся. Мой брат вернулся? Это очень плохая идея. Отец даже не захочет разговаривать со мной. Ого, слишком поздно. Он меня увидел. Прости, отец, за все, что я сделал. Я прошу только работу на твоем поле. Меня не следует даже сыном называть. Ага, добро пожаловать, добро пожаловать домой. Я так рад, что ты жив и здоров. Что? Давай устроим пир. Отец, я не понимаю. Приготовьте угощение. Позовите музыкантов. Мой сын вернулся домой. Но старший сын завидовал своему брату. О, прочь с дороги! Скажи, Рувим, плакат висит прямо? Нет, криво. Все не так. Отец обрадовался возвращению сына. И сын понял, как сильно любил его отец. Я покинул свой дом, истратил все деньги, и превратился в раба с разбитым от горя сердцем, пока не попал снова в объятия отца. Так хорошо быть снова дома. Не скитаться больше по свету. Я никуда больше не уйду. Так хорошо оказаться снова дома. Мой мальчик вернулся. И это праздник. Накройте столы, приготовьте еду. Смотрите, как я пляшу в этот благословенный день. Так хорошо, что он вернулся домой насовсем. Мой заблудший сын снова дома. Он больше не будет скитаться по свету, словно ветер. Мне все равно, где он был. Мой заблудший сын снова дома. Никогда не думал, что мой отец примет такого парня, как я. Мне трудно поверить, что в мою честь устроят такой пир. Мой заблудший сын снова дома. Он больше не будет скитаться по свету, словно ветер. Мне все равно, где он был. Мой заблудший сын снова дома. Так хорошо снова оказаться дома. Я больше не буду скитаться по свету. Я не вернусь туда, где побывал. Так хорошо снова быть дома. Мой заблудший сын снова дома. А где Рувин? Мы не можем праздновать без него? Ты ушел с пира в честь Вениамина? Я туда не пойду. Это нечестно. Отец, я остался дома и помогал тебе на ферме. Но ты никогда не устраивал такой пир для меня. Но стоило моему ленивому братцу вернуться, тут и пир горой. Сын мой, я устрою пир в твою честь, когда ты захочешь. Я всем сердцем люблю тебя. Но сегодня особый день. Твой брат Вениамин вернулся. Это как дерево, которое мы посадили, когда мы были маленькими. Зимой оно голое, и кажется, что оно погибло. Но весной оно снова оживает. Я счастлив, потому что считал своего сына погибшим. Но это не так, и теперь он с нами. Пойдем со мной. Будем праздновать. На помощь! Рувим! Я был плохим братом. Простишь ли ты меня когда-нибудь? Добро пожаловать домой, брат! Отец подобен Богу. Он полон радости и прощений, когда кто-то решается идти по его стопам. Не важно, что мы сделали, кем бы мы ни были. Бог всегда будет любить нас. Ты нас не убедил. Бог прощает даже фарисеев. В тот день все слушали другие истории Иисуса и узнали, как Бог ценит каждого ребенка, каждого мужчину, каждую женщину. Вот видите, отец был терпелив со своим сыном и отпустил его без злости и упреков. А когда сын раскаялся и вернулся домой, отец также не злился, не гневался, но с большой любовью и радостью принял его. Вот такой и наш Бог. Он терпеливый, любящий, милующий Отец, который нас всегда принимает, когда мы приходим к Нему и раскаиваемся в своих грехах, проступках и послушаниях. Также Он справедливый и мудрый. Он наш защитник, обеспечитель и целитель. Невозможно описать словами, какой наш Бог великий. Мы поговорили лишь о нескольких его чертах, но их у Бога намного больше, чем мы можем рассказать или понять. Однако Он хочет, чтобы мы узнавали Его все больше и больше с каждым днем. Для этого нам нужно каждый день читать Библию и общаться с Богом, то есть молиться. И тогда Он будет открываться нам. Давайте помолимся. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, какой Ты есть. За то, что Ты наш самый лучший Отец. И мы всегда можем доверять Тебе. Помоги нам, пожалуйста, узнавать Тебя все больше и больше и свидетельствовать о Тебе другим. Аминь. Аминь. А сейчас давайте посмотрим все ваши поделки о том, какой наш Бог. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Большое спасибо всем, кто сделал эти чудесные поделки! Вы просто молодцы! Ну что, до встречи на следующем уроке! Субтитры подогнал «Симон»